На днях в двух залах музейно-выставочного комплекса на Загорской состоялась торжественная церемония открытия персональной выставки заслуженного художника России Фёдора Васильевича Шапаева. Выставка приурочена к 90-летнему юбилею мастера. С открытием выставки и прошедшим юбилеем художника пришло поздравить много близких друзей и коллег. Мы с ним учились в Ивановском художественном училище, когда ему было 16 лет. Я на два курса старший был. И вот всю жизнь мы шли рядом. Рядом на всесоюзных выставках, рядом на республиканских выставках, рядом в творческих командировках, творческих поездках. Народный художник России Константин Прохоров передал своему другу золотую медаль Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России. Духовность, традиции, мастерство». Поскольку сам художник на открытии своей персональной выставки присутствовать не смог по состоянию здоровья, то медаль была передана дочери знаменитого дмитровского живописца. Хочу сказать, что это удивительный человек. С такой чистой, честной и преданной душой. И вот эти качества, преданность его проявляется во всем. В отношении семьи, в отношении к искусству, к людям. Накануне выставки мы побывали в гостях у Федора Васильевича. Поговорили о том, чем сейчас живет 90-летний мастер. Записали его воспоминания о жизни и людях, которых было очень много на длинном творческом пути художника. Федор Шапаев – талантливый портретист. Он создал прекраснейшую галерею портретов тружеников, героев, сильных личностей, не сгибаемых под натиском жизни. Друзей особых во власти у меня и не было, и нет. Ну, как сказать. Относились ко мне неплохо, я скажу. Обижаться не на что. Не на кого. По собственному признанию художника портрет – его любимый жанр. И для Федора Шапаева в портрете важно не столько внешнее сходство, а главное – это состояние души. И Федору Васильевичу передать его великолепно удается. Его портреты не отпускают зрителя сразу, остаются в памяти. Люди, изображенные художником, кажутся нам знакомыми, располагают к себе, вызывают наши симпатии. Может быть, еще и потому портреты, исполненные мастером, так притягательны, что, за очень редким исключением, это портреты, выполненные не на заказ. Модели выбраны самим художником, и потому много говорят о нем самом. Оказавшись здесь, я был поражен, потрясен тем, что, в буквальном смысле, да, тем, что вот та живопись, те традиции, которые на протяжении многих лет, десятков лет сложились в русской школе, советской школе живописи, здесь очень ярко видны. И Федор Васильевич со своими работами является, ну, это золотой фонд русского и советского искусства. Персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Федора Шапаева будет работать на втором этаже музейно-выставочного комплекса до 25 июня 2017 года.